Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Кто это? Странные фигуры. Двое вышли из леса. Прям привидения какие-то. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Шестнадцать, товарищ старшина. Мишку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай, Кусяйный, чтоб немедля бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно, чтоб скрытно. Вводи, Бричкину ко мне пришлёшь. Ползком, товарищ переводчик. Теперь, покуда что, ползком жить будем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТОВАРЬ СТАРЖЕНИЯ ТОВАРЬ СТАРЖЕНИЯ – Хорошо помнишь? – Да. – Самое главное – болото. – Знаю я. Ну, погоди, Елизавета, не гнушись. Бродок узкий, влево-вправо ни-ни. Пройду. На стровке отдышись малость. Душь Кирьяновой, скажешь, что обстановка изменилась. Своими силами не управимся. Все, ставь, налегке иди. С реку перед болотом не забудь. – Ту, Елизавета Батьковна. – Патрону оставлю. – Шнелро! – Ауфлесен, ауфлесен! – Поверд! – Ауфлесен! Хорошо, что перебрались. Плохо дело, девчата. Плохо. Стало быть, шестнадцатих. И будут они здесь часа через три. Так надо судить. Прички я в расположение послал. На помощь только к вечеру, можно надеяться, не раньше. Ижели в бой вяжемся, то не выдержать нам. Ни на какой позиции не выдержать. К тому, как у них шестнадцать автоматов. Что, смотреть, как они мимо пройдут? Нельзя их тут через гряду пропустить. Надо с пути сбить. В обход вокруг Легонтвозера направить. А как? Нет, не для боя немцы сюда забудут. Ну, а как они собрались? Осторожно идут к глухоманию. Чтоб противник не обнаружил. Чтоб тихо, незаметно просочиться к своей цели. А может, нужно, чтобы они нас увидели, а мы их вроде и не заметили. Тогда, возможно, отойдут, и вокруг Легонтвозера затопают. А вокруг-то сутки ходьбы. Ну, а кого я им покажу? Себя да вас четверых. Ну, вышлют они разведку, обнаружат, что нас пятеро. Окружат и без единого выстрела в пять ножей снимут всех пятерых. Товарищ Страшина, а если они лесорубов встретят? Каких лесорубов? Где? Леса пустые стоят, война ведь. Так сейчас бабы лес валят. Верно, девчата. Тонко придумали. Мы им устроим представление. И местечко я знаю подходящее. Побойчея. Времени в обрез. Девчата наши идут. Погоди, перенесу. Гордовы не надо. Из тебя еще хворь не вышла. Ведут, товарищ Страшина. Водичка холодная. Водов подыми. Внизу ставила команда, товарищ Страшина. Уверные слова на время забудем. Их воник тоже. Перевозчики имеются. Их воник. Прям как с маленькой. Микстуры захотелось. Там по сырому не больной бегой. Давайте, девочки, живенько. Нам еще одно мероприятие надо провести. Живо-живо-живо. С Лизухиным платком. Вы ловко удумали. Жаль, что порвали. Ничего, мы ей новый подарим. Вот, ближка пригодилась. Ей бы только покрасоваться. Бестыжая. Прикрой с пука. Сумной будешь. Ну все, девчата, начинать пора. Кустры палить подымнее. Сучья палками рубить пошумнее. Не высовывайтесь только. Мелькайте там, показывайтесь. Вот это верно, но не очень. За мной. Просковья! Чего? Топор бери. Да взяла уж. Помогай. Помогаю. Еще раз. Давай подмогну. Чего-то не зажигается сырой наверх. А у меня хорошо горит. Еще. Взяли. Не поддается. И еще. Еще. Берегись. Ура! Живо! Здорово! Просковья за мной. Маша, картошку почистила? Руки чуть не отвалились. Поберегись. Ну Т Dre!? Ага. Ура! Вра! Ура! Ура! Поберегись! Ага- 355! Ага! Идиsychолк ружья. Девчата, остерегайтесь только, очень я вас прошу, за деревьями мелькайте, не за кустами, это дерево сами повалите, он реально держится, Камелькова, за мной. Держи галку. Анюта, отдай сапор, ты там свой поищи, ты сапор моем не нужен еще. Девчат, сучу подносите. Может ушли? Лешие их ведает, может ушли. Они тоже птицестрельные, в такое дело не пошлют кого ни попадя. Котень. Вижу. Хорошо подгадали. Разведка. Решили все ж таки. Сейчас переправятся и все к черту, ежели разберутся и поймут, что обнаружены, пересчитают нас по пальцам. И крышка тогда. Так, этих двух я прищучу. А пока они по мне из всех автоматов шарахнут, вы, девчата, возможное дело уйти, успеете укрыться. Иди, Камелькова, беги к девчатам. Прикрою я вас. Иди, Камелькова, беги к девчатам. Рая! Вера! Идите купаться! Стой! Назад! Назад! Куда? Выходила, песню завалила, Раньше снова и заворала Просто в пол! Ванюша, где ты? Девчата, это купаться! Сейчас, Женя, идем, погоди нас! Куда? А кто работать-то будет? Вот я вам покупаюсь! А работа не мог! Водичка, погодать! Куда ждем? Эхей! Эхей! Ой! А ну, берегись! Осторожно, Женька, там камни острые! Я вам покажу бестельничать! Купаться после работы будете! На мою позицию видите, в случае чего вы прикроете меня! Живо суще рубить! Эхей! Ванюша! Да где же ты? Жень! Вода-то наверно... Эх, крас! Эхей! Где ты там прохлаждаешься? Не хотите, как хотите! Я вылезаю! Ну что, девчата, пойдем купаться? Иду, иду! Из района звонили! Сейчас машины придут! Так что одевайся! Хватит полускаться! Ахаха! Да ты что! Ахаха! Уходи отсюда, Камилькова! Уходи! Купаться-то боишься, Ванюша! Ахаха! Ахаха! Ваня! Я больше не могу! Сейчас пойду и буду стрелять! Нельзя, Соня! Нельзя! Что ты делаешь? Ваня, я тебя сейчас! Ахаха! Черт! Ахаха! Иван Иванович! Походы пришли! Супа! Скорей! Хватит с огнем играться! Хватит! Одевайся! Сугрейте ее! Успокойся! 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 Уходит унижение! Уходит! Уходи, я Father! Уходи в шесть Уходи в шесть Ну, Евгения, все ж таки искупала ты меня. Она ненарочно. Чего-чего? Ненарочно. Ой, юбку прожгла. Девчонки, смотрите. Ничего, мы тебе новую выдадим. Ну, теперь все. Теперь мы их надежно вокруг озера наладили. Теперь им деваться некуда. Ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит. Она быстрая. Ну что, девчат, выпьем, что ли, по маленькой за это дело? Выпьем за ее быстрые ножки, за ваши светлые головы. Самое страшное позади. Как вернемся, всех вас на медали представлю. А Женьку к ордену. Правильно. Не возражаю. А пока благодарю вас за службу. Служим Советскому Союзу. Чуешь? Подвела немца культура. Кофею захотелось. Почему так думаете? Дымком тянет. Значит, завтракать уселись. Только в селе 16. Придется их подсчитать, Маргарит. Если стрельба начнется, собирай девчат и уходите на мост у каждого канала. Там насчет немцев Долорыш, но мыслю я. Лизавета Бричкина уж до наших доберется. Вот. Приказ ясен? Нет, а вы? Да это, Осяина, брось. Не по грибы и по ягоды ходим. Что должна отвечать? Ясен должна отвечать. Не по грибы. После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Сабай! DimaTorzok Молчи! Неаккуратно! Неаккуратно! Вот почему крикнуть успела. Удар у него на мужика был поставлен, не дошел до сердца с первого раза. Погубил я тебя. Полежи тут покуда, Сонечка. Некогда трясти, Скопырякова. Отдушись. Тут они. Близко. Двое их. 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 А-а-а! Молодец! Комелькова! Благодарность тебе! Объявляю! Молодец! Молодец! Ой, господи, что же это? Преступили в ней законы человеческие. И тем самым сами вне всяких законов оказались. Может, ополоснешься? Я понимаю, тут привыкнуть надо, душой зачерстветь. Здоровенные мужики и те, покуда совесть на новый лад не перекроишь. Наших сама найдешь? Ну, ступай к Соне, приходите. Туда, значит. Прощайтесь. А-а-а! Без истерик тут! Круглая отличница была. И в школе, и в университете. Да. Стихи читала. А главное, детишек могла обнаружать. А у них бы внуков, и правнуков, и не оборвалась бы ниточка. А у них по этой ниточке ножом. А у них заходилась. Не все. А бувайся. Зачем вы это сделали? Зачем, что воец босой? Вот зачем. Не в цацки играем. О живых думать надо. На войне только этот закон. Приказываю одеть сапоги. Нельзя. Как вы можете. Я... Я родителям напишу. Хватит врать. Хватит. Нет у тебя родителей и не было. Подкидыш ты. И нечего тут выдумывать. Ну зачем ты так? Зачем? Нам сейчас без злобы надо. А то остервенеем все, как немцы остервенеем. На, держи. Длинно не стреляй, вверх задирай. Я знаю. Коротко, жаль. Значит так. Лишние вещи здесь спрячем. Все оружие взять с собой. Заведнайте. уем. Мразили. Ура. Все устала. На. 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 Призвали. Группы фоуэллд, фоуэллд! Группы фоуэллд, фоуэллд! Группы фоуэллд! Ко мне! Уходят! Задело вас? Нет, камушками посекло. Спасибо тебе, младший сержант, за секундочку, что мне дала. За ту секундочку до грубовой доски положено водкой пурить. Чудом спаслись, как в сказке. Я везучая. Везучая. Счастье, что первым их увидел. Тут побудьте. Мы с ней как с человеком, а она комсомолка. Тут каждый боец на счету. Товарищ старшина, вы коммунист? Ясное дело. Просим быть председателем на комсомольском собрании. И какая же повестка дня предполагается? О недостойном поведении в бою члена ВЛКСМ. О трусости. Мероприятие, значит, проведем. Осудим, товарищи Четвертак. Протокол напишем. А фрицы нам, на этот протокол, свою резолюцию наложат. Годится? Не годится. Поэтому, как старшина и как коммунист, отменяю на данное время все собрания. А что до трусости, так ее не было. Трусость девчаток только во втором бою видна. А это растерянность, просто от неопытности. Верно, бой это Четвертак? Слезы и сопли утереть приказываю. Осянина, выдвинись вперед, следи за лесом. Остальным бойцам принимать пищу. И отдыхать, по мере возможности. Поешь, Четверточок. На, ешь. Спасибо. Почему они у двоя уклонились? Как думаешь? Не знаешь. Вот и я не знаю. А врага понимать надо. Война ведь это не просто кто кого перестреляет. Война это кто кого передумает. Передохнуть бы вам, Федот Евграфыч. Нельзя, Маргарита. В поиск надо идти. Сил нет, а надо. С кем пойдете? Хороший ты боец, Осянина. А устава не знаешь. А устав? В уставе что сказано? Командир ведь это не только военно-начальник. Он еще и воспитателем быть обязан. Не надо. Лучше с Женькой. Конечно лучше. Не можем мы допустить, чтоб человек сам себя уважать перестал. За нами следуйте на большой дистанции. Налегке, только с оружием. Ежели выстрелы услышите или два кряка, затаитесь и ждите, пока мы подойдем. Угу. Ну, а коль не подойдем, отходите. Скрытно отходите через наши прежние позиции на восток. До первых людей. Тебе сколько лет-то? По правде? Семнадцать. Наврала, что ли, военкомате-то? Наврала, что родителей немцев убили. Вот и да. Но ведь, ведь были же у меня родители. Фамилию в детдоме дали? Ага. Ну, завхоз придумал. А чего хорошая фамилия? Вам нравится? Мал золотник да дорог. Тсс. Самые нет у тебя тут. Фамилия. Эфи! Ну, что должна быть? Эфи! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Может, еще чайку попьем? В шестером они справятся. Ночи какие светлые? Светлые да холодные. Север? Не застудились бы девчонки-то. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ ПРИКТИВАНИН Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Пали смертью храбрых наши товарищи. Галя Четвертак в перестрелке, а Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки противника здесь кружим. Сутки. Так что помянем сестренок наших. Добром помянем. Мама. 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 Почему приказ не выполнили? Какой приказ? Приказал я вам на восток отходить. Так мы отошли? Отошли. Имущество вон собрали все. За имущество спасибо. А теперь слушай новый приказ. Заправляйтесь, укладывайтесь и шагом марш отсюда. Помощи нам теперь ждать неоткуда. А немцы сюда идут. Так что рассиживаться некогда. А ты, Федот? Теперь мой черед сутки выигрывать. Троих, которых не вернешь, мне до конца дней моих хватит. Федот. Что потерял, Федя? Устался я без артиллерии. Запал сгинул. А граната без запала кусок железа. Булыжник и тот больше стоит. Ничего, Федот, отобьемся. Отобьемся, товарищ старшина. А ну, чтоб духу вашего здесь не было. Три минуты даю. Никуда мы отсюда не уйдем. Да я вас за неисполнение под трибунал. Что же вы со мной делаете, девоньки? Мы тоже волнуемся, товарищ третий. Очень волнуемся. Более двух суток. Ни слуху, ни духу. Никого не прислал. Не прислал, говорю, никого. Маршрут примерно знаю. Есть немедленно прибыть, товарищ третий. Товарищи бойцы. Противник, вооруженный до зубов, движется в нашем направлении. Суседей нет у нас ни справа, ни слева. И помощи нам ждать неоткуда. Поэтому приказываю всем бойцам и себе лично держать фронт. Держать. Даже когда сил не будет, все равно держать. На этой стороне немцам земли нету. Потому что за спиной у нас Русия. Родина, значит, проще говоря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Так, стрелять будете только тогда, когда фрицы в воду полезут. А до этого и дышать приказываю через раз, чтоб птицы не замолкали. Поняла? Поняла. На, держи. Только через речку из карабина стреляй. Автомат прибереги. Как только форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли? Поняла, Федя. Ого, жди. Туда поглядывай. Смотри, чтоб не обошли. Ясно. Давай. разг Давайте поглядывай. На, держи. П orch Chartier. Погорик. Почти просный в подор Пошли лепетом. Пожли лепетом. Продолжение следует... 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 Мне обещают радость и рая. Кто улыбался, кто слезы лил он? Кто улыбался, кто слезы лил он? Ах, не лил он меня бедному терту, так говорил он! Сволочи, ну идите сюда, заразы! Бедному сердцу, так говорил он! Но не любил он! Нет, не любил он! Ах, не любил он! Кончились меня! Он обещал! Ах, не любил он! Ох, не любил он! Интересно... Факанское Факанское И вы! За Лизу, за Галку, за Соню, за Лизу! Он уговорил мне яркой звездою, хладную душу, ты озарила, ты мне надежду сердце вселила. Ну, идите сюда. Ну, идите, идите. Ах, боитесь? Гады! Фанатisches веб. Ах! 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 Сразу умерла? Сразу. Затаиться могла, не захотела. А немцы где? Ушли они. За взрывчаткой видно. Не победили они нас, понимаешь, не победили. Болит. Здесь вот у меня болит. Положил ведь я вас. Всех пятерых положил. А за что? За десяток фрицев? Зачем так? Все же понятно. Война. Пока война понятна. А потом, когда мир будет? Будет понятно? Что ответить? Куда спросят? Что же это вы, мужики? Мам наши хоть пульс беречь не могли? Не надо. Мы Родину защищали. И ее. Не мочь себя. Полежи тут покуда. Я вокруг погляжу. Твоя патрона правда осталось. Но все-таки спокойней с ним. Погоди. Сюда иди. Помнишь, я на немцев у разъезда наткнулась? Я тогда к маме в город бегала. Сынок у меня там, Игорь, три года. Рита. Мама очень больна. Не тревожься, Рита. Понял я все. Спасибо тебе. Я сейчас разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся. Поцелуй меня. Колючий. Иди. Завали меня ветками и иди. И обязательно дойди. Вместе дойдем. Вместе дойдем. Помуть Carrюк. Вместе дойдем. П stories креперо. Вместе дойдяcity. Требесто. Носушный вал. Вместе дойдя. Что ж ты наделала, девонька? Что ж ты наделала? Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Между прочим, эти привидения все еще здесь! Ну… Все, Батя, Ну вот и ладно, Игорь… Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok